В данном видео я расскажу вам о червях из Докембрия, показанных в сериале Портал Юрского периода. Друзья, сразу отмечу, что в хорошем качестве первых сезонов Портала просто не существует, поэтому обязательно пишите в комментариях, как вам качество картинки. А если вас все устраивает и вы хотите еще, обязательно ставьте капитанский лайк. Герой сегодняшнего ролика – это черви огромных размеров, обитающие исключительно в среде и смеси метана, сероводорода, аммиака, углекислого и других газов, а также питающиеся любым найденным мясом. Длина взрослой особи составляла от 150 до 220 сантиметров, а сами существа не имели органов зрительной системы, ориентируясь вместо этого на слух и осязание. Эти беспозвоночные черви были плотоядными, и найдя подходящий источник пищи, они вцеплялись в него длинным вытягивающимся хоботком, появляющимся из передней части их тела. Сам хоботок был очень прочным, но при этом имел невероятную эластичность, позволяющую ему легко заглатывать добычу небольших размеров. Думаю, теперь мы в безопасности. Коннор! Если червь сталкивался с более крупным кормом, то он присасывался к нему все тем же хоботком, а после фиксировал его при помощи большого количества зубов и начинал постепенно поглощать. Перед тем, как рассказать про остальные особенности этих созданий, стоит сделать небольшое отступление. А именно, почему ученые в сериале называют показанных червей докембрийскими. Докембрий или криптозой начался с возникновения нашей планеты и закончился 541 миллион лет назад эдиокарским периодом. Но даже эдиокарской фауне было очень и очень далеко до обсуждаемых видео червей. Эдиокарская биота представляла собой лентовидных, медузоидных и плоских существ, судя по всему, обитавших в морях и являвшихся первыми сложными многоклеточными организмами. А некоторые ученые утверждают, что в докембрии еще и хищников не было. Сразу скажу, что я не палеонтолог, тем более упоротый. А потому в данном вопросе могу ошибаться. Но я в самом деле не могу понять, откуда в докембрии могли взяться огромные плотоядные черви, жившие в бескислородной среде и личинкам которых нужны были большие мясистые носители для дальнейшего развития. Скорее всего, создатели сериала просто ошиблись и речь идет о кембрийском периоде. Свои мысли по этому вопросу вы можете написать в комментариях. С удовольствием их почитаю. Вообще, показанные докембрийские черви очень похожи на морских червей Атои, обитавших уже в Кембрии, в первом периоде фонарозойского иона. Этот ужасный и опасный 8-сантиметровый хищник нападал на проплывающих мимо него животных, хватая их из засады своим длинным хоботком. Так, пора вернуться к нашим красавцам из сериала. Данные черви не могут похвастаться большой скоростью. Любая добыча, способная бегать, может довольно просто отделаться от этого хищника. Специально для этого у червей есть железы, выделяющие черную клейкую субстанцию, похожую на мазут. Услышав приближение жертвы, они стреляют в нее и при удачном попадании могут обездвижить или вовсе ослепить. Выжить черви могут, как я уже говорил в самом начале, лишь в прохладной среде из смеси метана, сероводорода, аммиака, углекислого и других газов. Причем среда эта должна быть исключительно бескислородной, ведь в противном случае червячков ожидает довольно быстрая смерть. Он умер. Плюс одновременный контакт с кислородом и высокой температурой оказывает разрушительное воздействие на организм червей, заставляя их в буквальном смысле взрываться. Они увеличиваются. Появились обсуждаемые существа через порталы, как, впрочем, и другие монстры сериала. Вместе с ними в наш мир попал и густой туман, представляющий собой ранний образец земной атмосферы. Смесь входящих в ее состав газов имеет высокую концентрацию, что должно оказывать на человека сильное воздействие, приводя к отеку легких, потере зрения, расстройству слуха, потере сознания, коме, судорогам и другим неприятным эффектам. Однако у героев сериала мы замечаем лишь кашель, который довольно быстро проходит. Поэтому не будем заострять на этом внимание. Также вы, наверное, уже заметили, что черви очень похожи на корниктисов из фильма «Кинг-Конг» 2005 года. Как следствие, они имеют определенные сходства. Так, например, черви из сериала также питаются как все еще живыми созданиями, так и падалью. Они имеют похожее строение и нападают большими группами, не давая жертве возможности сбежать. Шеф! Единственными серьезными отличиями является то, что корниктисам высокая температура и кислород необходимы для выживания. Способ размножения также отличается. Если твари с острого черепа откладывают яйца, которые могут многие годы ожидать подходящих условий для появления, то черви из сериала растят свое потомство непосредственно внутри своих тел. Как только подходит определенное время, малыши проедают свой путь наружу и продолжают свое развитие, находя живое существо или труп, в который они впиваются и начинают медленно прогрызаться внутрь, используя в качестве временной кормушки. Подобная система является превосходным защитным механизмом. Если взрослого червя съест хищник, то находящиеся внутри него личинки просто сожрут несчастное существо изнутри. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и на мою группу ВКонтакте. Спасибо! И если вы оказались в помещении, заполненном густыми ядовитыми испарениями, не пугайтесь, это не черви с докем.